Малекулы воды Теперь, Андрей Кириллович, смотрите насчет того, что не сразу крутится за маленькими шарфами. Это к вам, о том, что она не сразу крутится, а вполне возможно, что вот такими. Но в результате вообще... Но вообще говоря, мы хотим показать всего лишь наступлю, что есть другой подход посмотреть на молекулы воды, а именно на как взаимодействовать две орты молекулы воды, если они закручены. Вот если возьмете этот учебник биологии, то вы увидите, как рисуют биологи воду. Они ее всегда рисуют вот таким вот штучкой, где есть плюс, где есть минус. С одной стороны понятно, потому что декольт проще рисовать, а то видите, там, четыре связи и как-то сказать, куда-то сюда. Вот мы предлагаем вот еще вот такой вот тип взаимодействия, когда у нас две... Смотрите, у нас есть электрическое взаимодействие, еще и магнитное взаимодействие. Да, оно слабит, но нам, между прочим, это, кажется, в годиши наших клиентов вполне возможны. А вот момент, в который мы... Роль воды... Да, роль воды биологический процесс. Вот наши молекулы орта крутились-крутились, неспозированы. А потом в какой-то момент что-то происходит, и они начинают спозироваться. И вот тогда вот это может быть вегерентном состоянии. Это кластер может быть. Вполне возможно, это то, чего видят в ЭК-шной технике, когда видят крупные кластеры, которые крутятся, и которые вообще, говоря, энергия связи, то есть вязкости, там совершенно другая величина. И что-то может быть из этого. Ну, а вот так вот, наверное, выглядело бы с нашей точки зрения объяснение экспериментальных результатов, полученных в Центрском университете на Синхротроне. Интерпретация, эксперименты, которые они получили, говорит о том, что в воде есть кластеры двух типов. Кластеры типа, которые вода рыхлая, то есть кластеры рыхлые, а другие кластеры плотно упакованы. Ну, вот представление нашего кластера. Вот это вот к вопросу о послойном организации на биоструктуру. Вот это вот орфо-молекулы воды, которые, если создать какой-то поднос, наверное, могли бы строиться вот так. Это к вопросу о езотах, так называемых. А, значит, я не буду. И последнее, о чем я хотел сказать. Мы провели замечательный эксперимент, наше точки зрения. Мы посмотрели вариант, в смысле, посмотрели тот эксперимент, как зависит ЕМС сигнал, протонная полоса, и варианты сердечного ритма. Эксперимент проводили в одной и той же точке. То есть волонтер лежал в 60 метрах от магнитометра. И посмотрели, как вообще, говоря, происходит, ну, здесь и тревят. Вообще говоря, увидели тревят сигнала, и варианты сердечного ритма. Они вообще-то подарили. Их они все есть не хотят. Так, слова. Благодарить. Хотите поблагодарить за людей, которые мне показали большую помощь в поведении данной работы. Ну, хотим заниматься. Спасибо. Спасибо. Продолжение следует...